вот что еще важно да вот я всегда про это говорю про то что у нас есть разные психотипы визуал аудиал кинэстетики и в каждом человеке они соединены между собой но в то же время они но есть определенная ведущая система допустим мы можем быть в основном визуал немножко кинэстетики немножко аудиалы и от этого зависит то что человек от вас ждет то есть допустим если визуал то человек будет от вас ждать первая картинка ему не так важны будут чертежи как ему важно будут картинки и даже вот допустим мы когда работаем мы можем менять очередность в проекте можем начать визуализации или мы можем начать с чертежей то здесь просто что важнее допустим для аудиала человек который С одной стороны, это аудиал, это звук, но в то же время к этой системе относятся еще и все внутренние речи, все, что связано с вычислениями, все, что связано с калькуляцией, с точностью, с обязательностью, с какими-то таблицами, схемами. Вот если у вас аудиал, например, заказчик, то это будет, знаете, чем больше таблиц, тем ему больше счастья, чем больше чертежей, тем это лучше. И это как раз вот так эти борьбы людей, которым важна пунктуальность. И если вы сказали, что вы чертежи сдадите в пятницу вечером, вот с точки зрения рабочего процесса без разницы, в пятницу вечером или в понедельник утром, но вот за эти два дня он надумает столько, что вы его не уважаете, что вы не уважаете рабочий процесс, как вы могли, как вы могли его так подвести. Это не важно, что он не будет пользоваться этими чертежами. Просто вопрос в том, что не соблюдены определенные условия. И это важно. И если вот вам попадается такой заказчик, вы лучше сразу отдайте себе отчет, сможете вы вот в этой схеме жить полгода, например, или 9 месяцев, сколько идет проект, или вы не можете. То есть если вы не можете, то лучше просто отказаться реально, потому что, скорее всего, этот проект все равно успехом не увенчается, потому что вы где-то рассоритесь наполовину. Если вы понимаете, что вы человек сильно творческий, и для вас там плюс-минус неделю – это предел погрешности, и ничего страшного, если там какие-то задержки в сроках. Потому что есть люди, например, киноэстетики. Вот для них важны удобства, для них важны взаимоотношения, для них теплота отношений. И на неделю раньше вы предоставили чертежи, на неделю позже. Но в принципе не так важно. Это люди про комфорт и про вот такое, знаете, спокойное состояние. У меня есть одна заказчика, с которой мы очень много лет вместе. Мы с ней с 2008 года. У нас один проект в среднем длится два с половиной года. Она к ним и с этим, это ее темп. Она вообще никуда не... Я сначала думала, как это можно. Ну как это можно? Там месяц, например, выбирать диваны. А для нее это, знаете, не очень важно. Она на них сидит. Вот идет, например, заказной диван. Она готова ждать, что из Италии пришлют образцы сюда, для того, чтобы она их потрогала. И это нормально. Она говорит, ничего страшного, мы подождем. Вот. И когда тоже входишь вот в этот ритм, как-то, в принципе, становится тоже нормально. Просто не нужно ждать, что мы это сделаем в какой-то короткий период времени. Еще у меня была одна заказчика. У нее была очень красивая, серьезная такая дорогая посуда. Прям реально дорогая. И старая Москва, реконструкция, все стены гипсокартоновые. И мы ей объясняли, что на срез шкафы выдерживают 90 килограмм. И в них можно, в принципе, все ее тарелки и тяжелые сервизы спокойно грузить. Она говорит, хорошо, а я вешу 75. Значит, и потом потрясающая была история, когда она сначала, значит, верхний, да. То есть, страдать, да? Да. Она принесла стремянку. Мы повесили ей два шкафа. Это было шоу. Строители ее помнят до сих пор. Это была ситуация в 2011 году. Нет, все выдержала. Они повесили шкафы, они заложили туда фанеру. Я им сказала, ребята, если шкаф упадет, я прям даже не знаю, что мы будем с вами делать. Вот. А мы думали, что я... Она говорит, я приду, проверю, я просто сама лягу на эти шкафы. Я строительку говорю, ребята, у нас заказчик будет ложиться на шкафы, поэтому вот я вас прям очень прошу, давайте мы сделаем здесь вот качественную стену. И действительно она пришла, и в общем, и мне до сих пор вспоминают, а помнишь, вот как у нас там на шкафы проверяли, что не упадут ли они? То есть, бывают разные монитори, поэтому к этому можно быть готовыми. А визуалы – это люди, для которых важна красота, для которых важен визуальный ряд. Для них может быть такое, что будет неудобно, но при этом, если это будет красиво, это значит просто полезный аргумент в том, что мы это делаем. Какие-то такие вот... Знаете, бывает такая мебель, которая вот для музея, которая не сильно удобная в том, чтобы на ней, например, сидеть или там что-то, но она имеет спрос, ее люди покупают. Почему? Потому что для людей важна визуальная картинка. И если она там красивая, там какой-нибудь стены с подсветкой, значит она пойдет, не важно, что она неудобная. И, допустим, визуалы, вот если мы делаем им там сумасшедшие какие-то красивые шторы сложные, то можно потом прийти в эту квартиру через полгода, и шторы будут задрапированы точно так же, как их повесил дизайнер по шторам. То есть вот киноэстетик будет со шторами постоянно взаимодействовать, трогать, закрывать, раскрывать, там что-то с ними как-то вот... Ну, контакт будет с этими шторами. А здесь нет, вот мы как вот их повесили, вот они прям так и есть. И раз в полгода приходит химчистка, которая снимает шторы, их стирает, потом вешает в том же положении, и они продолжают висеть. Отлично! То есть у каждого есть свое, и, соответственно, ну мы с вами тоже в большей степени, кто-то визуал, кто-то аудиал, кто-то киноэстетик. И тут нужно понимать, что, ну, как сказать, что человек не то чтобы над вами издевается, например, когда он долго принимает решения, да, или когда он начинает говорить о том, что мне нужны чертежи, еще чертежи, еще две таблицы, это просто его, это у него ожидания внутренние, вот у него подсознательные ожидания такие. И либо вы их реализовываете, да, либо вы человеку делаете, тогда он будет ваш навсегда. Либо если вы это не делаете, то, скорее всего, взаимодействие просто как-то не будет складываться в итоге.